Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Все любители цветущих растений! С вами Елена Буровцова на канале Жизнь цветов! Скоро наступит весна! Лучшее время для пересадки наших фиалочек! И в связи с этим встает вопрос Какой горшочек надо выбрать для фиалочки Чтобы после пересадки она чувствовала себя комфортно Чтобы цвела и радовала нас своим цветением Какого размера выбрать горшочек? Из какого материала? Какой подойдет для пересадки? А какой горшочек подойдет для размножения фиалочек? Для выращивания деток? Обо всем об этом мы поговорим с вами в этом видео Итак, вы видите перед собой цветущие растения Которые чувствуют себя прекрасно А растут они в горшочках разных размеров Но в определенных пределах Давайте разберем Итак, самым оптимальным размером для взрослого растения Считается горшочек 7 или 9 сантиметров в диаметре Максимальный диаметр, который рекомендуется для фиалки Это 12 сантиметров Мини фиалочки выращивают, как правило, в горшочках в районе 4-5 сантиметров Посмотрите, это фиалочка мини И растет она вот в таком вот горшочке 5 сантиметров в диаметре Горшочек из пластика Материал пластик очень хорошо подходит для фиалочки по ряду причин Это и недорогой горшочек, и легкий, хорошо располагается на стеллаже А кроме этого, в нем есть дренажные отверстия При помощи которых фиалочки будет поступать воздух Кроме этого, пластиковые горшочки при пересадке легко сминаются И тем самым растение легко из них вытаскивается Также они легко моются, в отличие от глиняных горшочков Кроме того, глиняные горшочки, которые вот обливные с покрытием Они совсем не дышат И дырочки в них дополнительные, дренажные там одна дырочка И дополнительные проделать практически невозможно Ну, а если они не обливные, просто глиняные горшочки То они быстро потеряют внешний вид К тому же, глиняные горшочки, как правило, дорогие и очень тяжелые Их будет очень неудобно располагать на стеллаже Особенно на стеклянном Он может просто не выдержать большого количества горшочков Ну, если для мини-фиалочек, для взрослых растений Мы используем 4-5 сантиметров в диаметре То для стандартных сортов Мы используем горшочки 7 сантиметров А также 9 сантиметров в диаметре Вот давайте так посмотрим без растений Это девяточки Видите, этот немного повыше Так как вот у этого горшочка вот такой вот он поддончик Получается выше А это 9 и 9 сантиметров И в высоту 9 и в ширину 9 Самый оптимальный размер А также вот 7 сантиметров Сейчас покажу поближе Вот видите 7 сантиметров и в диаметре и в высоту Вот этот на сантиметрик повыше При выборе между семерочкой и девяточкой Мы обращаем внимание на размер розетки И выбираем по одному известному нам правилу Размер розетки должен быть вот так вот Как 3 диаметра горшочка Видите, соответственно корневая система Будет так же развита пропорционально И фиалочку, если мы посадим В небольшой горшочек То она будет развиваться Заполнять его И скоро расцветет Ну а если мы посадим Маленькую фиалочку в огромный горшочек То она очень долго будет заполнять земляной ком И нам придется долго ждать цветения Поэтому, когда я сажаю растение Вот в горшочек под номером 12 То есть 12 сантиметров в диаметре Я ориентируюсь на сортовой размер фиалочки Вот эти фиалочки, как правило, бордовые Вот эти беленькие Это промышленные сорта Которые мы встречаем в Леруа В других торговых центрах И они, как правило, крупнее Чем сортовые фиалочки Но, тем не менее Когда я их сажаю в такие более крупные горшочки Я кладу побольше в них дренажа Чтобы земельный ком земли был поменьше И, как вы можете убедиться Они в них себя прекрасно также чувствуют Ведь очень важно во время ухода за фиалочками Корректировать состав грунта А кроме этого полив Ну о грунте мы поговорим немного позже А о поливе скажу Что в более крупных горшочках Соответственно, хотя я и добавляю Значительное количество дренажа Но земли все равно больше, чем в мелких И, например, летом она пересыхает немного дольше И фиалочка теряет определенные риски для жары То есть жару в большем горшочке Фиалки переносят легче А вот зимой наоборот Надо быть очень-очень внимательными Если у вас фиалочка растет в горшке побольше Так как, если вы немного перельете И снаружи, вот сверху, грунт высохнет А внизу, если вы положите недостаточно дренажа И чуть-чуть перельете То грунт, конечно, переувлажненный Может способствовать тому Что корешки фиалки могут загнить Так что очень важно Даже уже какой бы вы горшочек не выбрали Конечно, надо стараться выбирать оптимальный размер Но очень важно отрегулировать полив В зависимости от размера горшочка Еще раз хочу подчеркнуть Что если вы сажаете фиалочку в такой вот горшочек Побольше, на 12 см Обязательно положите побольше дренажа Я кладу пенопласт Горшочек легкий остается Заполнен в значительном количестве пенопластом И количество грунта получается небольшим И в то же время фиалочка вот так вот Получается крупненькая Но все-таки это для промышленных сортов Которые я покупаю в Леруа При пересадке не надо выбирать горшок большего объема Достаточно просто будет отряхнуть часть земли И пересадить фиалочку в тот же горшочек Добавив новый грунт Об этом мы также поговорим Когда будем разбирать саму пересадку Так как я планирую снять видео Где мы разберем все способы пересадки растений А пока давайте продолжим про горшочки Итак, мы с вами разобрали Что для пересадки взрослых растений Нам надо подготовить горшочки Оптимально Вот у нас 9 см, 7 см Можно 12 см Но, напоминаю, нужно значительное количество дренажа Но кроме этого, мы будем с вами размножать фиалки Что нам понадобится для этого? При размножении, когда мы ставим листочки на укоренение Мы с вами можем использовать пластиковые стаканчики Вот видите, размером как 100 мл Так и 50 и 70 мл Кто-то использует и 200 граммовые стаканчики Но мне больше нравятся стаканчики поменьше Хотя за неимением можно заполнить земли на треть И листик будет находиться у вас Вот так вот, как в тепличке Потом для отделения деток Можно будет разрезать стаканчик Вот видите, и вытащить детки Когда детки пора рассаживать Я стараюсь их отсадить В такой вот пластиковый стаканчик поменьше Где-то объемом 50 мл А когда они уже подрастают И становятся побольше То я их пересаживаю Вот видите, в горшочек побольше Вот чувствуете разницу Это 50, а это уже 100 мл Почему мы именно вот постепенно Делаем переход от размера поменьше К размеру побольше Все для того, чтобы корневая система Постепенно росла и осваивала ком земли В горшочке побольше И тогда не будет стресса для фиалочки И она будет продолжать свой комфортный рост Ну, а что будет, если мы сразу Маленькую детку посадим в большой горшочек Вот, посмотрите При пересадке деток в большие горшки Одну детку, это три детки ровесницы Я посадила 100-граммовый стаканчик Другую, вот, в стаканчик мини Он, может быть, немножечко совсем побольше Практически одинаковый Ну, вот одну посадила сразу в семерочку И что мы видим? Детки в меньших горшочках Где постепенно развивалась корневая система Видите, они выросли гораздо лучше, больше И вид у них здоровый А вот, которую я сразу воткнула в больший горшочек Вот, видите, фиалка пострадала Ее надо или срочно пересаживать Видите, она сначала ничего росла Опустила листики Вот, видите, а сейчас как она выглядит Она погибает, ее надо срочно спасать Вот, что-то я сразу не заметила Вот, вам покажу И займусь этим вопросом И поэтому, хоть они и ровесники Вот это пойдет в меньший горшок На реанимацию Ну, а эти фиалочки Вот уже стартерчики такие Вот, крупная детка И вот совсем стартерчик Их пора уже Вот это пересаживать во взрослый горшочек Вот Ну, и этот вот в пятерочку Вот, может быть, вот в такую перейдет Или побольше Я посмотрю еще на развитие корневой системы Будем позже об этом смотреть Когда пересадку будем разбирать Вот, видите, что значит пересадить сразу в большой горшок Вот, для детки он просто огромен Так же будет тот же результат Если вы небольшое растение Вот, пересадите в большой горшок Земля закиснет И ваше растение может погибнуть Как важен выбор горшка, правильно? Вот Итак, дорогие друзья Давайте подведем итоги Оптимальный размер Для стандартных сортов фиалок Является горшок Диаметром 7,9 см Максимально допустимый С условием, что вы кладете Значительное количество дренажа Является размер горшка 12 см Для мини, как правило, используется 4-5 см Для микро и того меньше Но Очень важно Подумать о том Чтобы размер горшка Соответствовал размеру растения И если ваше растение Недостаточно Для горшочка 12 или горшочка Даже 9 Его надо посадить В горшочек 7 Здесь мы Руководствуемся правилом Что размер розетки Должен быть В 3 Размера Диаметра горшка И тогда растение Будет чувствовать себя комфортно Ну а при размножении Растений листом Когда мы отсаживаем деток Меняйте горшочек Стаканчик Постепенно От более маленького К более большому Постепенно Наращивая деточек И Когда они вырастут Пересадив их В горшочке Для стандартных Взрослых фиалок И надо Помнить о том Что фиалочку Надо пересаживать Один раз в год Это обязательно Но лучше Даже будет Два раза в год С полной С частичной Заменой грунта Или методом перевалки И тогда Ваше растение Ваша фиалочка Будет чувствовать себя комфортно Будет свести И будет радовать вас Ну а о подборе грунта Мы поговорим В другом видео А также Поговорим Не только о грунте Но и О способах Пересадки Растения Ведь март Уже не за горами А мы должны быть Во все оружия А сейчас Всем пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Впереди Нас ждет Много интересного Поэтому Подписывайтесь Чтобы не пропустить Следующее видео Всем пока До новых встреч